Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. За прошедшие сутки в Республике, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 100 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе заболели 24 ребенка. Из 76 взрослых заболевших непривитых 74 и гражданина – это 97%. Сегодня в стационарах Республики количество пациентов, которые получают лечение от новой коронавирусной инфекции, уменьшилось составляет 745 человек. При этом в состоянии средней тяжести находится 670 человек. В тяжелом состоянии 75 пациентов, из них 97% являются непривитыми. В отделениях реанимации Мегина-Кангаласского города Якутска врачи борются за жизнь и Мирненского, за жизнь 11 крайне тяжелых больных. Все крайне тяжелые больные являются непривитыми. Остаются сегодня на ежедневном контроле Нюрингринско-Алданский-Сунтарский улусы, а также Среднеколымский улус, в котором непосредственно также фиксируется небольшое распространение новой коронавирусной инфекции. В республике, несмотря на предпраздничные дни, продолжается вакцинация. Первым компонентом у нас привито 72,7% населения. В республике 521 537 человек. Свыше 90% привито в пяти районах – Алайковском, Верхнеколымском, Омском, Нижнеколымском, Среднеколымском. Свыше 80% в четырех районах – Абыйском, Жиганском, Ленском и Оленековском – в городе Якутске привито 75,9% взрослого населения. Необходимо обратить внимание, что во время проведения мероприятий предновогодних рождественских, которых начались в нашей республике, необходимо в обязательном порядке оперативным штабам, администрациям, организаторам мероприятий осуществлять мероприятия, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан. Соответственно, должна осуществляться как дезинфекция помещений, в которых проводятся мероприятия, так и, соответственно, проверка QR-кодов или МПЦР-тестов при проведении мероприятий, которые осуществляются в местах массового скопления граждан. Это на наших площадках. Необходимо обратить внимание на то, что сохраняется в республике режим 70% наполнения, соответственно, учреждений культуры при проведении мероприятий и правила по проведению мероприятий, которые осуществляются в пределах общепита. Уважаемые жители республики Саха и Кутя, наши медицинские учреждения будут продолжать работать и в новогодние дни, и, соответственно, продолжать вакцинацию населения. Сегодня перед оперативными штабами будет стоять задача, соответственно, усилить вопросы, связанные с ревакцинацией. Под ревакцинацию попадают как граждане, которые переболели менее шести месяцев назад, более шести месяцев назад, так и граждане, не получившие вакцину, а первый, второй компонент, либо иной вид вакцины, но непосредственно те, у кого от момента вакцинации прошло шесть месяцев. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость не потери бдительности, о чем в том числе поставлена задача и перед главными врачами учреждений здравоохранения республики, это не потерять настороженность перед выявлением новой коронавирусной инфекции.